Айдар Усманов на Универ ТВ Коммуникация КФУ продолжается. На этот раз гостем стал Юрий Липский. Пятый юбилейный международный инженерный чемпионат КейсИн начал свою работу. Данный чемпионат уже охватил 47 вузов и 35 регионов России и стран СНГ. Как тысяча студентам удалось успешно заявить о себе и своем проекте, узнавала наш корреспондент Аделя Шамилова. Узнай и ты. Десятого марта в Казанском федеральном университете стартовал отборочный этап пятого сезона международного чемпионата по решению кейсов в области нефтегазового дела. КейсИн – единственный в России федеральный кейс-чемпионат топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. Эффективный инструмент в передаче будущим специалистам-инженерам практических знаний, опыта и новых компетенций. Чемпионат включает пять направлений – электроэнергетика, горное дело, геолого-разведка, металлургия и нефтегазовое дело. Принимая участие в чемпионате, студенты включаются в решение реальных проблем промышленных предприятий, принимают бесценный опыт выдающихся профессионалов и имеют возможность еще на студенческой скамье выстроить свою карьерную траекторию. Дело в том, что стратегическим партнером чемпионата КСН является компания «Татнефть». Кейс разработан специалистами компании «Татнефть», посвящен в этом году он новоелховскому месторождению в Тарстане. С точки зрения компании «Татнефть» наше участие заинтересовано в том, что компания заинтересована в привлечении высококлассных специалистов. Из-за этой молодежи будущее они будут формировать новые направления движения в нашей отрасли, в нашем деле. Чемпионат представляет собой соревнование, в ходе которого командам необходимо решить инженерный кейс, подготовленный по материалам ведущих отраслевых компаний и защитить свои идеи перед экспертной комиссией, состоящей из числа представителей отраслевых компаний, научных и образовательных организаций. Стоит отметить, что многие предприятия нефтегазовой отрасли нуждаются в специалистах-инженерах, которые могут мыслить нестандартно, предлагать новые методики и являться локомотивом экономики. Этот чемпионат – возможность для студентов встретиться с работодателями. Современные нефтегазовые компании зачастую нуждаются в кадрах и признают это. Они воспринимают чемпионат как шанс встретиться с лучшими умами. Для этого разработана специальная методика, которая заключается в объективной оценке уровня подготовки наших участников. Для их выявления формируется независимая экспертная комиссия, в состав которой входят представители компаний-партнеров, чемпионаты, представители университетов. Некая такая тренировка для этих молодых ребят, как они будут двигаться в будущем в карьере. Потому что очень важно человеку быть не только специалистом, но важно ему, скажем, уметь представлять себя, свой проект, рассказывать, увлеченность своей показать. Остается лишь добавить, что победители отборочного этапа приглашаются к участию в финале чемпионата, который пройдет в Москве. Там они поборются за статус лучших инженерных студенческих команд, за предложение о прохождении практик и стажировок в ведущих отраслевых компаниях. Аделья Шевелова, Роман Самарин, Артем Зуглов, Универньюз. В стенах Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ прошел мастер-класс первого заместителя главного редактора российской газеты, который ответил на все самые волнующие вопросы студентов в сфере журналистики. Как это было, ты увидишь в сюжете Дианы Шиловой. В пятницу 10 марта в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета прошел мастер-класс первого заместителя главного редактора российской газеты Юрия Лепского. В этот день Юрий Лепский ответил на все вопросы, которые были заданы студентами. И даже тема о том, как же стать главным редактором, не осталась незамеченной. В один момент из зала прозвучал, пожалуй, самый волнующий всех вопрос. Есть ли будущее у печатных изданий? На данный момент все свое свободное время молодое поколение проводит в интернете. И, конечно же, черпает информацию оттуда, не используя печатную версию издания. Я не думаю, что печатная газета исчезнет вовсе. Тиражи падают, это факт. Но падают у нас в стране, в Соединенных Штатах и в Японии. Они растут. Вы знаете об этом? Так что не все так просто с печатными изданиями. Не у всех растут, правда, но есть газеты, которые могут похвастаться. Юрий Лепский отметил, что если же вы в свое время поняли, что журналистика это не ваша и вам это не нужно, то бегите и начинайте заниматься тем, что принесет удовольствие. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюс. О важности семьи для ребенка в сложный период жизни говорили на благотворительном мероприятии «Я и моя мама-фея». Детские рисунки и улыбки. Видео наш корреспондент Анна Глазунова. Это не выставка картин известных художников. Это рисунки детей, которые болеют тяжелыми заболеваниями. А рядом с ними полотна, на которых команда профессиональных художников Казани отразила детские зарисовки. Такие трогательные рисунки с неуверенными штрихами фломастеров, карандашей, красок. И выполнены они с большой любовью. Здесь дети отразили всю важность родителей, которые находятся рядом с ними в сложный период жизни. Сегодняшняя выставка показывает то, как много талантливых детей у нас есть. И хочется об этом освещать, хочется об этом говорить. С нашей стороны, наверное, это музыка, хорошее настроение и радость. В колонном зале Казанской ратуши прошло благотворительное мероприятие «Я и моя мама-фея», где организаторами выступил благотворительный фонд «Дома Рональда Макдональда». Благодаря этому фонду во время лечения дети вместе со своими родителями проживают в специальных гостиницах, где есть все необходимые условия. Семейная гостиница «Дом Рональда Макдональда», которая находится в Казани, она полностью бесплатная. И сама основная цель проекта – это стать домом вдали от дома для этих семей. Основная цель фонда – создать комфортную домашнюю обстановку, потому что именно в такой атмосфере дети выздоравливают гораздо быстрее. Это настоящий дом, где есть большая детская, игровая, где есть большая кухня. Там все эти условия просто предоставлены, все-все, от и до там на высшем уровне. Все собранные средства с этого благотворительного мероприятия пойдут на содержание дома Рональда Макдональда в Казани. Ведь так важно и необходимо, чтобы мама всегда была рядом с ребенком, особенно когда у него серьезные заболевания. О таких мамах, противостоящих вместе с детьми, онкологическим и другим тяжелым заболеваниям, рассказывало благотворительное мероприятие. Хотя не меньшую значимость оказывают и папы, которые поддержат, помогут и всегда будут верить в своего ребенка. И время позднее на часах, а я-то, мама, мой лучший друг. В концертной программе участники и организаторы смогли отразить всю теплоту, нежность и показать, что эти дети, они абсолютно такие же, как все остальные. Творческие коллективы через свои песни и танцы смогли отразить всю важность поддержки нахождения родителей рядом со своими детьми в такой непростой период. И показали, что несмотря на это, нужно продолжать верить. Наверное, мы все считаем, что наши песни будут помогать и помогают жить не просто так, а жить в радость и счастье. И студентка Института филологии межкультурной коммуникации Казанского федерального Гузель Валиева приняла участие в этом благотворительном мероприятии. Совместно с фотографом Республики Татарстана Игорем Залонским они создали мультфильм, оживив пластилиновые фигурки. Этот мультфильм состоит из шести частей. В его создании приняли участие известные люди Казани и сами дети. Идея такая, что каждая часть этого фильма иллюстрирует привычные будни ребенка в Домирону до Макдоналда. Но необычными эти дни делают именно присутствие родителей рядом. То есть мама, как волшебная фея, преображает каждый день ребенка. И пока одни мечтают о карьере актера, певицы или актрисы, эти дети просто верят. Верят, что сбудется их самая заветная мечта и однажды они проснутся абсолютно здоровыми. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ Ньюс. Ну что ж, на этом наш эфир уже подходит к концу. Хороших выходных, до встречи в эфире, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok